Эфир телеканала «Россия-24» продолжает «Вести Ульяновск». Студия Гульнара Шарипова. Добрый вечер. И вначале коротко о главных темах этого выпуска. Конец света не наступит, уверяют в Ульгес. Там уже приступили к работе над ошибками модернизации городской системы освещения. Свой бизнес – это немножко смелости, знаний и опыт тех, у кого уже все получилось. Регион вновь во всероссийском проекте «Мама-предприниматель». Вслед за материнской славой – мать-героиня. Жительница Ульяновска указом президента присвоено высшее звание Российской Федерации. Губернатор Алексей Русских встретился с вновь избранным депутатским корпусом. В него вошли представители пяти политических партий и один самовыдвиженец. Участники совещания обменялись мнениями относительно прошедших выборов Ульяновской области. Глава региона рекомендовал избранникам активно включиться в работу по исполнению народных наказов с первых же дней. А еще предложил плодотворное сотрудничество. По мнению Алексея Русских, усилия по развитию нашего региона должны складываться в единый вектор. Люди ждут от нас решений, которые помогут им преодолеть сложные жизненные ситуации, дадут надежду и веру в будущее. Это приоритет номер один. Второй – экономическое, инновационное, технологическое развитие нашего региона. Сейчас мы находимся на этапе восстановительного роста экономики. Важно не останавливаться на достигнутом. Важно создавать условия для дальнейшего развития. Поддерживать предприятия, организации и бизнес. Депутаты поддержали мнение губернатора. Лидеры парламентских фракций считают, что новый состав законодательного собрания должен придерживаться конструктивного подхода. А еще принципа совместной деятельности с региональной исполнительной властью. Только вместе мы сможем решать задачи, поставленные нашими избирателями. Я уверен, что мы все понимаем серьезность момента и сможем преодолеть политические разногласия и сформировать работоспособный орган, профессиональную команду, о чем мы сейчас говорили, Алексей Юрьевич, законодательного собрания Ульяновской области. Мы все избраны, избраны доверием наших жителей. Кто-то получил это доверие больше, кто-то меньше, но тем не менее за каждым, я подчеркиваю, за каждым из избранных депутатов стоит избиратель. Призываю всех к конструктивному диалогу, к нормальной работе и думаю, что самая главная наша задача – это оправдать доверие наших избирателей. По мнению главы региона, активность избранников может проявляться в разных направлениях. Будь то привлечение новых инвесторов для 73-го региона, поддержка промышленных предприятий, либо укрепление социальной сферы. Сделать город светлее за полтора миллиарда рублей планировалось в этом году. Поэтапная модернизация освещения не осталась незамеченной, улицы по вечерам все так же окутаны мраком. Пролить свет на ситуацию рекомендовал губернатор на одном из заседаний в правительстве региона, где потребовал принять жесткие кадровые решения в отношении руководства Горсвета, ответственного за модернизацию. И пока меняют начальников в креслах предприятия, Ульгес меняет провода, проводя работу над ошибками. Сотрудники городской электросети выезжают по адресам, где выявлены неполадки со светом. Вместе с ними на один из участков отправилась и наша съемочная группа. Были небольшие нагревы, так сказать, в проводах. Меняем частичные провода. Обнаружили, там меняем. Обнаружили их немало с 1 июня. В Горсвет поступило 185 заявок от жителей области на отсутствие уличного освещения. Его модернизацией начали заниматься в начале лета, запустив первый этап работ с целью экономии электроэнергии. Экономия сейчас под вопросом. 250 километров новых проводов уже частично ремонтируют по разным причинам. Здесь просто играет много факторов. Например, если оборудование модернизируется, в стяжелении одновременно не может модернизироваться. Остается старое оборудование, чтобы жильцы были с уличным освещением. А то старое оборудование может вызывать достаточно высокие пусковые токи. А новое оборудование, оно достаточно чувствительное к этому регистру. И поэтому происходят тоже скачки напряжения, которые вызывают отключение. Но в дальнейшем мы все это дело исправим. Конец света не наступит, утверждают эксперты. Примерно три месяца потребуется на устранение всех недочетов. Особенно темный район, страдающий от периодических замыканий, засвияжский. Но и в других для ремонтников задачи найдутся. Работа начинается с пункта питания, сердца уличного освещения, где находится сама защита, отключающая свет. Мы сейчас ездим, находим эти места, устраняем эти повреждения. Соответственно, после этого уже автомат не будет отключаться. Устранят ошибки, приступят к очередному этапу модернизации. В 2024 году планируют заменить еще 300 километров проводов. Уже сейчас установлено более 30 тысяч новых светодиодных светильников, а также автоматическая система управления. В случае их неисправности, жители Ульяновска могут обращаться в диспетчерскую службу по номеру 464652, где с темнотой обещают бороться оперативно. Маргарита Матюшинская, Александр Рассохин, Вести, Ульяновск. Научиться предотвращать очаги бруцеллеза – ключевая задача ветеринаров на учениях, которые прошли в селе Губашево Николаевского района. Этот муниципалитет – одна из опасных зон, где возможна вспышка заболевания. Именно здесь врачи из восьми районов Ульяновской области проверили теоретические знания и отработали практические навыки по борьбе с бруцеллезом. Бруцеллез – хронически протекающая инфекционная болезнь животных и человека. Особо восприимчивыми животными являются овцы, козы, крупнорогатый скот, верблюды. Клиническими признаками бруцеллеза являются аборты, артриты, архиты, рождение мертвого или нежеспособного приплода. Вместе с ветеринарами работали 50 специалистов других ведомств – сотрудники регионального министерства агропромышленного комплекса, Роспотребнадзора, отделения полиции и МЧС. По словам экспертов, за шесть месяцев этого года по России выявлено больше ста новых очагов заболевания бруцеллезом, где среди зараженных есть и люди. Поэтому предупредить и обезвредить угрозу стараются без отлагательств. В регионе стартовал всероссийский проект «Мама-предприниматель». Федеральная программа реализуется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и объединяет женщин, желающих открыть свое дело. Кто в их рядах? Поясняла Мадина Исмаилова. В ближайшие пять дней будни этих девушек будут наполнены погружением в деловую среду и разработкой бизнес-планов. Главная цель тренинга – помочь женщинам с детьми открыть свой бизнес. Сделать первый шаг для того, чтобы превратить хобби в дело жизни, будущим бизнес-вумен помогают региональные центры «Мой бизнес», на базе которых мероприятие проходит по всей стране. Ирина Кузоваткина однажды сама пришла сюда участницей. Впоследствии, открыв свой бизнес, стала одним из кураторов проекта. «На проекте мы будем учить, как найти идею, как продвигать идею, как работать с целевой аудиторией своего будущего проекта, как рассчитать точку безубыточности, финансовый план, построим дорожную карту. И этим мы поможем больше женщин у нас в регионе открывать и развивать свой бизнес». Проект не только помогает определиться с бизнес-идеей, но и поэтапно сопровождает своих подопечных к ее осуществлению без весомых финансовых вложений. «Здесь денег много не нужно, здесь денег даже вообще не нужно. Здесь нужно немножко смелости, знания обязательно множко. И очень важен опыт тех девуш, у которых это уже получилось. Вот здесь вот в женском предпринимательстве это очень хорошо работает и, еще раз повторюсь, показывает хорошие результаты». В рядах начинающих предпринимательниц сегодня оказалась и Анастасия Коршуненко. За плечами бизнес-леди годичный опыт руководства личным детским брендом одежды. «Хотелось бы дальше развиваться, открыть свой бутик-отелье в дальнейшем, понять свои ошибки, слабые стороны, сильные стороны». По всей стране «Мама-предприниматель» празднует свой первый пятилетний юбилей. За время существования проект объединил более 60 регионов и порядка полутора тысяч участниц. Подать заявку на участие можно на официальном сайте программы «мама-предприниматель.рф». Мадина Исмаилова и Денис Миронов. Вести. Ульяновск. Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении жительницы Ульяновска в Венере саддийновой ордена «Мать-героини». Его вручают за заслуги в укреплении института семьи и повышении значимости материнства. Награду удостаиваются женщины, родившие и воспитавшие 10 и более детей. В семье, где почет и уважение старших на первом месте, побывала Элла Шахова. Восемь дочерей и двое сыновей, а еще шесть внуков. Таков на сегодня жизненный багаж Венеры и Надиры Саддиновых. Все у нас желанные, все долгожданные. У нас каждое мечтали, каждого ждали. Всех одинаково любим. Традиции у Саддиновых, как у многих российских семей. На дни рождения собираются все. Даже старшие дети приезжают из других городов. Полный состав и на годовщину свадьбы родителей. В этом году они отметят 31 год совместной жизни. Поначалу, признается Венера, было непросто. Малыши рождались через год-полтора. Теперь дети ей подмога. Они каждая знает, кому что делать. Они сами сами видят, что нужно делать. Чем помочь? Не нужно сказать, да? Они сами видят. Когда картошку убирать, знают, что картошку убирать надо. Когда поливать, поливать. Когда готовить, вот когда гостей встречаем, они знают уже, что надо испечь пироги. У Саддиновых свое хозяйство. Три огорода, пять коз. Семья большая, ее кормить надо. Своими детьми супруги Саддинового гордятся по праву. Старшей дочери замужем. Одна из них уже воспитывает троих детей. Сын Тальгат, победитель и призер конкурсов в различных сферах. От художественного творчества до шашек. Фануза изучает корейский язык, а также рисует. Пейзажи мне нравятся. Пейзажи, да? Да. Давно рисуешь его? Ну, начинала с малого и дошла до великого. Нет, ну, я рисовала очень плохо, когда начинала. А сейчас вот уже лучше получается. Через я два раза ГТО сдавала. Это ГТО, у нее медаль, красный медаль. Красный аттестат, красный диплом. Девять классов с красным аттестатом закончила. Я один класс с красным аттестатом. Да, вот в Черезе в Казани. Сейчас КФУ закончила в Казанском университете. У меня трое детей уже закончили университеты. Средний сын Наэль играет на гитаре и планирует стать программистом. Занимается в IT-школе. И даже создал свою первую компьютерную игру. Больше всего привлекает созданием игр, как их создают вообще. Не было на это интерес. Как Марио я создала. У него там есть пульки, которые стреляют типа Марио. И у него там какая-то повязочка черная на голове. И там типа есть противники летающие, какие-то грибы. И там, я не знаю, там вообще есть конец. Я там не знаю. Младшая дочь Лилия почти ровесница своему племяннику Арифу. И у них много совместных интересных занятий. Играем с ним. Во что играете? Ну, например, в порядке там. Иногда сами игры придумывали. Например? Ну, например, силы. Там огонь, вода, земля. И как это? Как это? Каждый человек? Ну, у каждого есть своя база. И можно придумывать там себе силы. Там типа невидимка, там огонь, вода. Формулу семейного успеха здесь могут составить даже дети. Это уважение друг к другу. Ну, не беречь и старшим. Это главное, мне кажется. Это маму с тобой так сказали. Нет, ну ты можешь ставить свою точку зрения. Но не кричать. Ты должен говорить спокойно, умеренно. И так, чтобы не обидеть человека. Я думаю. Это главное. Венера Саддинова, обладательница почетного знака Ульяновской области, материнская слава первой степени. В целом, в семейном альбоме немало благодарностей и дипломов за отличное воспитание детей. Теперь указом президента ей присвоено звание матери-героини. Ежегодный всероссийский фестиваль «Эстрадный калейдоскоп» Всероссийского общества слепых прошел в областном центре. Ограниченные возможности здоровья не стали препятствием на пути к творческому Олимпу. И солисты, и коллективы показали себя с лучшей стороны. Жюри было непросто определить обладателя первой премии. Светлана Ефремова ориентируется в пространстве не на 100% полагаясь на зрение. Но это ничуть не мешает ей быть активной и принимать участие в творческих конкурсах. Да, я с детства этим занимаюсь. И пою, и рукоделем меня мама обучала. И в школе всегда был и хор, и домоводство, и здесь вот занимаюсь тоже всегда. Фестиваль «Эстрадный калейдоскоп» собрал представителей из 20 регионов России. Активисты Всероссийского общества слепых боролись за победу в различных номинациях. Хотя Светлана считает, что основополагающая цель фестиваля другая. Я думаю, что это обмен опытом, творческим опытом. Слушая друг друга, мы поймем, что нужно делать, как нужно делать. И некий, так скажем, подбор репертуара, может быть, что-то для себя выберем. На сцену Дома культуры ВОЗ поднимались инструменталисты, вокальные ансамбли, солисты и единственные на фестивале вокально-инструментальной ансамбль из Красноярска. Конкурсы у сибиряки подготовились основательно. Мы будем в своем роде уникальны. Приходите тоже послушать. Я думаю, что мы чем-то сможем удивить. Это живое исполнение, инструментальные живые инструменты, ну и вокал, соответственно. То есть мы какие-то вещи подготовили интересные, разнохарактерные. Думаю, будет интересно. Фестиваль Всероссийского общества слепых «Эстрадный калейдоскоп» проходил в течение трех дней. В итоге наибольшее количество номинаций взяли исполнители из Брянской и Свердловской областей, а также из Башкирии и Красноярска. На этом наш выпуск подошел к концу. Хорошего вам продолжения вечера и до новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова